Мотоцикл Мото Джимхана, как спорт, зародился в 70-х годах в Японии. Именно там лучшие райдеры в мире, говорит Павел Ледецкий. В прошлом году он ездил в Японию на соревнования по Джимхане, стал первым из России и в 81-м в зачете. Всего участников было 133. Состязаться с японцами тяжело, тем более что ловко манебрировать на мотоцикле Павел учился по видеороликам в интернете. Когда я купил мотоцикл, выехал в город, покатался месяц и понял, что ну что-то нет. По прямой ездить легко, поворачивать тяжело. Залез в интернет, начал читать, что как научиться поворачивать на мотоцикле. Нашел, что у нас еще катают ребята в Москве и в Питере, стали общаться. Ну и тогда Челябинск стал одним из первых городов, кто активно начал Джимханить. Павел занимается мото Джимханой пятый сезон. Говорит, что она развивает чувство контроля над мотоциклом. Учит правильно оценивать траекторию движения, что так необходимо при езде по городу. Правда, по улицам Челябинска на мотоцикле Павел почти не ездит. Неинтересно. Сейчас он обучает молодежь. На тренировки приходит до 50 человек. Регулярно подходят там мальчики и девочки и говорят, Паша, блин, если бы не тренировки, вот вчера была ситуация, вот прямо как ты все рассказывал. Я не участвую в соревнованиях, так как это очень серьезно, у меня еще нет такого опыта. До того, как Джимхан я узнал, я просто перемещался по городу. Сейчас я начал ездить. Я ощущаю, что я езжу, что я управляю мотоциклом, а не во мною. По сути, мотоцикл настолько легок в управлении. Просто надо знать и понимать, как это правильно. Учиться этому мастерству приходит все больше ребят. А участники уфимских соревнований по мото-джимхане теперь готовятся ко второму этапу чемпионата Приволжского федерального округа. Он пройдет 21 июля в Казани. Алина Таюпова, Анастасия Романова, городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова